Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем нашу жилетку, которую я показала красивую, оригинальную, очень просто, из категории простое вязание. Нам нужна одна мерка, обхват бедер. У меня это 100 сантиметров. Нитки и спицы я не объясняю, потому что нитки вы можете взять любые, спицы любые. Тут мы будем вязать просто, как бы, не важно плотность вязания. В моем случае я набрала 30 петель и троечка спиц я вязала. Вы можете взять толстые ниточки какие-то красивые и вязать толстыми спицами. Здесь у меня набрано 70 петель, это 30 сантиметров в моем случае. И вязала я 100 сантиметров вот такой вот шарф, просто платочной вязкой в длину. Всего у меня три мотка ниток 300 грамм. Вы смотрите, если нитки будут поплотнее, возможно пойдет 400 граммов, если тоньше, возможно 200. Это уже как получится. Вот и правильно связала такой длинный-длинный шарф длиной, то есть объем наших бедер. Далее будем распределять. Далее все наши провязанные ряды, вот сколько у вас будет рядов, делим на пополам. Вот первая половина это передняя часть, вторая половина это задняя часть. Вот у меня, вот смотрите, наши как бы нашу пройму, вот здесь вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20 петель. 20 петель я оставляю на пройму между этими маркерами. 20 петель здесь и 20 петель здесь. Остальные вот эти петли, как бы, если все остальные посчитать, вот если вы от количества рядов, которые вы связали, отнимите 40 рядов, вот эти вот 40 рядов проймы, остальное количество нам нужно, которое у нас останется, разделить на 4 части. И вот распределить таким вот образом. Одна четвертая этой части, потом 20 рядов проймы, две четвертые это спинка, то есть две одинаковые части, потом опять пройма и одна четвертая снова. Вот полочки. Далее берем спицы. Видите, я здесь вот закрыла петли, но не до конца. Берем спицы и набирать петли мы будем вот именно по вот этим основным частям. Из трех клубков, видите, как получилось, снялась петелечка. И вот здесь вот из кромочной петли мы вытягиваем одну петельку и набираем петли. Вот так вот до конца, до маркера, потом следующей нитью провязать, потом спинку провязать, потом эту детальку набрать петли из каждой кромочной по петли и вязать вверх. Так вот, смотрите, девчонки, вяжу я отдельно эти части, вот эти средние, где подмышки у нас. Связала я одну полочку, теперь вяжу спинку и потом свяжу следующую полочку. В высоту, сколько я буду вязать, потом я вам все измерю и покажу. Вот так вот отдельно все три части вяжем. Вот так вот, девчонки, это выглядит. Провязала я все три сектора, высоту, сейчас скажу сколько, высоту 20 сантиметров, приблизительно. Вот они все мои детальки. Теперь, что мы делаем, теперь будем соединять наше вязание. Это может быть, пока можно все на разных спицах. Первый ряд вяжем ровно, вернее, вяжем ровно. Вот так вот, как у меня все подряд три сектора. Сейчас мы их соединим. Вязать уже будем только с этого клубка, пока остальные мы обрежем и удалим. Очень простое. Тут на любой размер вы подкорректируете этот способ. То есть, основа этот шарф, потом разделить на три части, оставить, ну, пусть 5 сантиметров для этой проймы. И все вяжем отдельно каждую часть из трех, потом соединяем их. Вот, довязали до конца, поворачиваемся и закрываем 12 петель. Раз, два, двенадцать. Возвращаем эту петельку на спицы и возвращаемся, как бы закрыли мы эти 12 петель и возвращаемся далее к нашему вязанию. Ой, что-то оно у меня перекрутилось. Вот, не, неправильно. Не, все правильно. Все правильно, Вика, ты вязала и потерялась. Вот оно. Наша средняя часть. Этот клубок мы уже ликвидируем. Он нам не нужен, вернее нужен, но только в начале. Так, смотрите, теперь закрываем в начале ряда. Вот наша полочка, вот наша спинка начинается. Вот пройма, пройма, чтобы мы понимали. Закрываем 12 петель, обрезаем эту нить, ее обрываю и присоединяем к нашей полочке. Вот видите, как оно у нас теперь здесь получается. Вот мы закрыли ту 12 и ту 12. И вот наша пройма, это будет наше плечико, которое мы потом сошьем. Соединяем. Здесь я сделаю узелок и сразу же этой основной нитью уже буду вязать. Этот клубок я убираю, из которого я вязала среднюю часть. И вяжу среднюю часть до конца ряда. То есть уже это все дело, одну часть полочки я соединила. Поворачиваемся, довязали до конца ряда, повернулись, закрываем 12 петель. 12, возвращаем петелечку на спицу и поворачиваемся на лицевой ряд. То есть это второе наше плечико будет. Подвигаем полочку. Вот видите, вторая пройма. Здесь мы на спиночке сделали плечико. Теперь на полочке тоже закрываем 12 петель. Начинаем ряд с того, что мы закрываем 12 петель. Так, и теперь снова вот эту ниточку. Здесь у меня остаток небольшой. Ой, да, большой. Снова я обрываю и привязываю к основной нити. И далее мы вяжем из одного клубочка ровно вверх. Продолжаем наше вязание. Сейчас я довяжу до конца ряда и покажу, как это выглядит. Вам будет сразу же намного понятнее все. Это, конечно, можно связать вот эти все детали отдельно, закрыть петли. Ну, я не знаю, мне так удобнее, когда я все соединила одним как бы таким длинным рядом. И все. И теперь вяжу эти петли, которые у меня остались в работе. Вяжу ровно. Все. Изнаночная и кромочная. Вот. Сейчас сложу это все дело и покажу. Вот осталась наша горловина. Вот эти наши центральные петли. Вот наши петельки плечика. Наши 12-12. И вот так вот все чудесно, чудесным образом у нас сложилась эта жилетка. Если вы хотите сделать вот на застежку, я ее хочу сделать как просто разлетайка такая. Поэтому застежка мне не нужна. Если хотите сделать на застежке, делайте здесь не вот так вот запах. То есть оставляйте еще по 5 петель на вот этот запах с этой стороны, чтобы сделать застежку. Но я ее не делаю. Еще что хотела сказать. Можно сделать длинный кардиган. То есть вот этот шарф вязать пошире. Тогда получится это жилет кардиган такая разлетайка длинная. Вот. Теперь я продолжаю вязать ровно вот эту горловинку. Вот смотрите, довязала я этот воротник в высоту. Сейчас продеваем все вот эти ниточки, где у нас есть. Сейчас скажу вам, сколько высоту я провязала. 13 сантиметров. Но это уже на ваше желание, как вам хочется. Выше, короче. Вот. Вот так вот он выглядит разложенный. Я же говорю, это уже на ваше усмотрение, как вы захотите этот воротник сделать. И осталось последний штрих. Сшить наши плечевые швы. Вот они наши плечевые швы. Наши 12 петелечек, которые были. Их мы просто иголочкой сшиваем. С одной и со второй стороны. Вот так вот до конца сшиваем. Одну и вторую сторону. Вот. Наша жилет готова. Видите? Вот так вот она выглядит. Вот наш шар. Тройма рукав. И горловинка. Все. Готово. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.